Привет! Давайте сделаем подсвечник. На сиреневом прямоугольнике выделяю треугольную крышу. Намечаю вытянутые двери и полукруглые окошки сверху. Добавляем прямоугольные окна по бокам. Теперь маркерами украшаем заготовку. Подчеркиваем крышу и обводим двери и окна. Добавляем детали, сердечки и кирпичную кладку под окнами. Еще немного штрихов над окошками и заполняем домик маленькими кирпичиками. Чем больше деталей, тем интереснее будет подсвечник. Теперь ножницами вырезаем двери и контур крыши, а маленькими маникюрными ножницами вырезаем окошки. Склеиваем края домика клеем или двусторонним скотчем. Вставляем внутрь искусственную свечу и наш подсвечник готов. Давайте сделаем китайский фонарик. Сначала обводим что-то и вырезаем из яркой цветной бумаги кружочки. Мне понадобилось 20 кружочков. К длинному прямоугольнику приклеиваю три полоски двустороннего скотча. И теперь складываем кружочки пополам, немного сплющивая их, но не сгибая до конца. И приклеиваем к зеленому прямоугольнику. Между полукругами оставляю немного расстояния, примерно пол сантиметра. Чередуем цвета, чтобы фонарик был ярким и необычным. В конце оставляем немного пустого пространства, приклеивая там две полоски двустороннего скотча. Берем красный прямоугольник и делаем длинные надрезы ножницами по всей длине. Переворачиваем заготовку и вдоль нижнего края приклеиваем скотч. И прикрепляем красный прямоугольник. Разворачиваем и склеиваем края фонарика. Нижние полосочки немного разминаем в стороны, чтобы было объемнее. И прикрепляем сверху длинную полосочку клеем-карандашом. Готово! Давай сделаем объемный кактус в горшочке. Складываем зеленую бумагу и рисуем половинку кактуса. Вырезаем. Я обвожу и вырезаю шесть таких деталей на зеленой и черной бумаге. Белым маркером давайте нарисуем иголки. Склеиваю детали с помощью клея-карандаша. Вырезаю желтый круг и по контуру делаю небольшие надрезы. На красном прямоугольнике делаю полоски, а вы можете придумать любой другой узор. На обратной стороне прикрепляю двусторонний скотч и приклеиваю круг. Склеиваю края горшочка. На кактус можно добавить блестящие помпоны. Приклеиваю ПВА-клеем кактус к горшочку. И наша работа готова! Выкладывайте в соцсети и отмечайте Лил Скул. Давайте сделаем такую яркую рыбку. Обводим что-то и вырезаем много разноцветных и блестящих кружочков. Подойдут даже журнальные вырезки. Берем втулку от бумажных полотенец и приклеиваем на нее двусторонний скотч. Или смазываем клеем. Теперь прикрепляем кружки внахлёст и чередуя цвета. У меня рыбка в ограниченной цветовой гамме. Больше всего тут голубых и розовых оттенков. Текстура у рыбки будет очень интересная. В процессе можно подклеивать кусочки клеем-карандашом. Всего на рыбку у меня ушло 18 кружочков. Когда приклеиваем верхний ряд, заворачиваем кружочки внутрь. Теперь нарезаем много разноцветных ленточек. Также можно использовать полоски цветной бумаги. Выдавливаем ПВА-клей со стороны хвоста внутри по краю. И прикрепляем ленточки. Берем объемные глазки, приклеиваем к ним плотную ниточку и крепим к рыбке. Наша неповторимая рыбка готова!